Привет-привет! Боже-боже, совсем забыла про аналогии. Слушайте, я смотрю каналы Светланы Малевской, она показывала там свинку из яшмы, а у меня нефритовая, но она ждёт Светика. А вторую это у них Unique Antique Elena, московская девушка, которая прекрасно делает распаковки из наших краёв, то есть из Северной Америки к ней приезжают посылочки. Ну и я написала ей, что у меня такое совпадение, она в торце закупила вот такую интересненькую штучку, которую я вам сейчас показываю, и я обещала ей показать. Я сомневаюсь, что она, конечно, придёт ко мне там на канал. Вы знаете, я же не прошу ни понравишки, ни вподобайки, ничего. Никогда не говорю, подписывайтесь, это хроники моей жизни. Но сегодня посмотрела Буккакадами, там тоже интересная мысль, что пробуждение происходит, когда мы просто занимаемся повседневными делами, снимаем свою жизнь, и в этом и есть соль жизни. Ну, вы знаете, у меня там счастливое общество, там очень много теорий, есть свои законы и так далее. Кому надо, посмотрите в первых видео, я там объясняю про галлосферу, благосферу и как быть счастливым. Ну, а после, когда я уже приеду в Болгарию, мы каким-то волшебным образом... А, что я сюда воткнулась, Господи, понесло. В Болгарии мы продолжим наши лекции. А здесь, это я тоже обещала сделать бижутерию. Но, 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 видите, вот покую. Часть показала вам, часть не показала. Короче, дел куча. И, надеюсь, они все приятные. Кроме того, читаю книжки. Я же не закончила в АТО. И начала уже пекаться. И там очень интересные вещицы. Я для вас откопала. Сейчас попробую сослаться. Вот, хочу сослаться вам на Дидро. Это когда я делала лекцию о фрагонарии. Лекции. Маленький обзорчик о фрагонарии. В АТО и Буше. Нашла такую интересную ссылочку, что Дидро, это известный энциклопедист. Он был агентом, арт-агентом, который продал, видите, книгу 67-го года, поэтому Ленинград. Который продал Екатерине Великой через себя коллекции, которые хранятся в Эрмитаже. Вы знаете, что Пушкинский музей это копии, а вот Эрмитаж все настоящее. Но все, наверное, надо чау-чау сказать. Кстати, почему у меня деньги всегда закладки? Это Русо. Я, кстати, была в Эрминанвиле. Почему закладки? Потому что меняются люди на деньгах, вот на десятки наши. Я хотела вам сказать, почему. Я сейчас исследую этот процесс, и поэтому у меня все под рукой. А теперь слегка про Пикассо. Я не буду вам показывать свою живопись, потому как вы это знаете. И без меня, и искусствоведы постарались. Я хочу рассказать немножко о браке с Ольгой Хохловой. Вернее, не о браке, а о том, как она относилась. Она же не дала ему развод, вы знаете, как она относилась, когда у него были увлечения. То есть, видите, вот это его чудесное увлечение. Видите, как зовут. Это прекрасное увлечение. И когда Франсуаза лежала на пляже, вот поэтому показываю буквально, она, будучи на высоких каблуках, подошла и наступила каблуком на ручку бедной девушки, которая развалилась на пляже. Сейчас я покажу, как выглядит Ольга. Вот так выглядит бывшая балерина Ольга. Он, кстати, ради нее перешел в православие. И они венчались на Рюдари в церкви, в храме Александра Невского. Вот она пыталась тогда еще его привлечь к классицизму, но фокус не удавался. Ну, а дальше вы знаете. Я не буду ни про кубизм, ни про голубой и розовый период. Вы все это знаете. Но если вы захотите что-то подробно по всем этим книгам, что я приобрела в Болгарии, когда будет открыт салон нашей эксклюзивной книги, конечно, я пройдусь по всем страницам, переведу и доложу вам. А что? Это Дали, видите? Дали нарисовал нашего Ходока. Надо убрать. Ходока. Тут очень много, я не буду просто вникать в его страсти, кто его вдохновлял и так далее. Мы опять о Пикассо. И вот, читая эту книгу, я все-таки провела параллель, что у обоих были русские жены. Но вот Ольга не стала тем, чем стала Гала в прошлом Елена Дьяконова для Дали. Ну, вот как-то так не сложилось. А еще мне понравился его пассаж по исполнению Герники, когда он так проникся и сделал Гернику, и когда фашисты заняли Париж, и немецкий офицер в прошлом искусствовед пришел и спросил, это вы сделали, он сказал, нет, это вы сделали. То есть были у него поступки, кстати, он был близок к коммунистам. Я не про войну, я вообще... Было интересно у него. Не только с женщиной, но и в жизни. И не только искусств. Хотелось еще немножко сказать, как он дружил в Кокто. Вот Кири Грант к нему приезжал. Симона Синьоры и Ив Монтан. И вот тут написано, что все-таки он любил поговорить о левом движении. А что меня особенно очень, так сказать, произвело впечатление и привлекло, это его керамика. То есть параллели уже, когда он на юге жил, он занимался керамикой. Сейчас, если увидите рыбку, я покажу, как он брал скелетик. Вот, видите? И вот, а после... Видите, что делал? Вот как-то так. Ну и помимо Герники, вы знаете, что символом мира стал его голубь. Меланези Питчин. Покажу. В чем отличие? У него ножки мохнатые. Вот его мастерская. Кстати, там все. Рококо. И как он выделывает гончарные изделия. А давайте я полистаю. Может, вам будет интересно. А то я перелистываю еще свои закладочки. И, в общем-то, вот тема этой книги посвящена, что у него была всегда перекличка. Начиная от Веласкеса. Или вот в данном случае Кранаха. Потом он сделал портреты Ангра. То есть, он прошел... Вот я искал этот миланский. Миланского голубя, который стал символом мира. Он был польщен, конечно. Не голубь, Пикассо. И, в общем-то, гордился. Так, ну вот фрагменты Герники. Тут мы с вами уже пролистались. Просто хочу завершить. Потому что... Вот, при грации. И везде будет параллель. Чего-то очень классического. И вот, собственно, его кубизм и так далее. И ему еще принадлежит фраза, что если ты научишь рисовать, как Веласкес, дальше ты можешь делать уже все, что хочешь. Ну, в общем, как-то так. О, вот этот Абруас Валар. Это его агент. Собственно, с кем они и сделали денежки. Оба состояния. Ну, все. Надеюсь, вам достаточно. Вот, видите, аллюзии. Ну, что? Обнимаю вас. В данном случае Пикассо-вской. Или просто художественной любовью. А также хочу привлечь вас к любви и к литературе. Это важный аспект нашей жизни. Он не только украшает, но и обогащает нас. Чао-чао, мои прекрасные друзья. Ой, забыла вам сказать, кто нас еще ждет. Нет, Рубенс не ждет. Нас ждет Гоя. Делакро. Может, немножечко хопр. Не знаю. А это то, что будем смотреть попозже. Тоже в фарфоре упаковка. Чао-чао.